В условиях потепления климата, жары, безводия, засух, вот не надо обольщаться летом этого 21 года, будто бы дождливым. Уже два месяца нет дождей, на полях опять засуха, а дальше будет хуже. В таких условиях западноевропейские слаборослые подвои, яблони, груши абсолютно непригодны к жестким условиям. Хоть климатическим, хоть почвенным. Причем эти подвои М9, 106 и далее изначально не годились для наших условий. Это просто тупое бессмысленное подражание. И оно продолжается. Уже по два или три раза накрылись те сады на карликах. Но все равно безумие продолжается. Благодаря усилиям коростолюбивых частных питомниководов. Уже говорил я, как правило, это бывые совейские агрономы, ученые и бригадиры. А теперь и детишки их подтянулись. Ну и болванов от кандидатов в доктора до безграмотных кустарей, которые вот эти подвои карликовые пропагандируют. Причем аргументы якобы железобетонные. Невысокие они, эти карлики. Легко убирать урожай. Было бы, что убирать, отвечаю я. А то, что корневая у карликов с горшок и не может она дать хороших урожаев. Да плюс безумная обрезка укорачивания. Вот десяток плодов висит на тех мучениках. И срок жизни десяток лет не более. Сотни, если не тысячи лет, прививались деревья в садах на сильнорослые диких яблонь и груш сеянцы. Подвои, которые могли достать влагу из глубины земли. А вот питомниководы драные, вот язык у меня не поворачивается, добывают воду из нелицензированных скважин. Оббирают народ. Вода же ведь это достояние всего народа. А потом ему же и втюхивают карликов. За гроши немалые. После обильных полывов в питомнике, ворованной водой, не хотят карлики расти на суходольных участках у людей. И пропадают очень быстро. Считаю, применять надо в качестве подвоя, кроме лесных, этих диких сеянцев. Вот перед вами боярышник. Видели вы какой урожай? Причем здесь самый суходол, это вершина. Влаги здесь нет, никогда не бывает. А вот урожай нормальный. И вот опыт есть прививок на боярышник. Яблонь, груша, айвы. Они все из одного семейства розовых. Районы обитания боярышника умеренные по климату широты. Северной Америки и Евразии. Там, где есть какая-никакая зима, период покоя. Не требователен боярышник к почве, неприхотлив, засухоустойчив и зимостой. Формирует он невысокую крону и плодоносит каждый год в экстремальных условиях, без хорошей почвы, влаги. Эти свойства передает он и привою. Из недостатков, это плохо у него прорастают твердые семена. Латинское название боярышника Crategus sanginea, твердый. Первый год сходит 20-30% семян. Для лучшей схожести проводится стратификация. Создание условий зимнего покоя. В природе зимой за счет какой-никакой влаги создаются условия для прорастания твердых косточек. За счет влаги оболочка размягчается и трескается. Зародыши, начиная расти к теплу и свету, разрывают далее ее. Но не всегда зимы бывают идеальными, а теперь и подавно. Давненько наблюдал я, как проводилась стратификация. То есть создание искусственных условий зимних для семян кизила. Они тоже с твердой оболочкой. Вот помещались они в мокрый песок глинистый. Песок и глина хорошо и равномерно держат влагу. Глина, а песок ее распределяет. И в прохладном помещении. Температура 0,5. Прохлада и влага. Вот два условия. Не было тогда холодильников. Сейчас проще. В пластиковый пакет и переложить мокрым, ну я не знаю, тряпочками, салфетками, что под рукой. Предварительно можно потереть косточки наждачной бумаги. Чуть нарушить оболочку. Что способствует лучшей всхожести. И вот в каждом маленьком таком плодике, яблочке. Ну в зависимости от особенности. Одна, две, три косточки. И вот я провел такой эксперимент. Взвесил. Вот 100 грамм весит ровно 200 ягод боярышника. И вот даже если допустить. А в каждой ягоде одна, две косточки. Три может быть. И вот если допустить, что даже в килограмме две тысячи. Вот если килограмм заложить в холодильник. Даже если взойдет. Ну и высадить февральские окна. После процесса стратификации два-три месяца. Можно сейчас начинать. И допустить, что взойдет даже половина. Тысяча штук. Это хватит с головой. Хочу призвать вас к новым подходам и к новым взглядам на садоводство. В условиях изменения климата. Не надо шутить с природой. Природу надо любить. Продолжение следует. Продолжение следует.